Помню, будто бы это было вчера. Стою я на причале, ловлю рыбку и вижу, как на мою рыбацкую бухту напал какой-то клан. У меня был выбор, остаться в стороне или попытаться дать им отпор. Ну, конечно же, вы меня знаете. Я выбрал второе. Присаживайтесь поудобнее, это история о том, как рыбаки встали на путь войны. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментики, ведь действительно вас будет ждать огромная история. А еще я сижу и думаю, почему в этой игре до сих пор нельзя создать своего собственного робота? А вот и в Мехарене можно. Это первая мобильная игра, которая меня реально затянула своим геймплеем. В игре действительно чувствуется драйв соревновательной игры. И с каждой новой вылазкой на своем роботе я стремлюсь качать новые скиллы на своих мехах, которые действительно имеют значение. Если вы хотите шутер, в котором вы можете соревноваться, побеждать и получать признание, вам точно понравится эта игра. В Мехарене, как и в Расте, можно развиваться и прогрессировать, ведь в игре имеется огромное количество мехов и орудий, которые еще предстоит открыть. В процессе игры вы получаете опыт и открываете новых мехов, а помимо этого выполняется достижение и тем самым можете прокачивать урон ваших орудий и даже открывать специальные пассивки. Победа в игре зависит от ваших принятых решений. Это действительно важный аспект игры. Лично я играю аккуратно, иногда подпушивая противника. Мне кажется, что лучшая тактика в игре это внезапность. И не забывайте помогать своей команде. Прокачивая своих мехов, помимо урона увеличивается ХП и другие особые умения. Прямо сейчас в игре проходит множество событий. И так будет в течение всего месяца. Вы сможете получать потрясающие ежедневные приветственные награды и спробовать кучу классного оружия, в том числе самое популярное новое оружие в Мехарене – диск лаунчер. Вдобавок ко всему, у нас ждет множество специальных мероприятий на Хэллоуин, в которых можно принять участие, и несколько особых скинов, чтобы отметить этот праздник на арене. Игра совершенно бесплатна на Android и iOS. По моей ссылке в описании или QR-коду на экране вы можете получить скин Forest Digital. 200 А-коинов, 10 тысяч кредитов, чтобы помочь вам начать игру. А если поторопитесь, то сможете добавить меня, друзья, по нику Cheese. И мы сможем сыграть несколько матчей вместе. QR-код вы видите на своем экране, ссылочку в описании. Всех жду в Мехарене. Мы зашли на самый опасный американский сервер. Мы планировали построиться возле рыбацкой бухты и начать выполнять задания. Но для этого нам нужен был какой-то старт. Супермаркет, бэйби. Двушка 150 серы стоит. Пока у меня не было оружия, на моем пути попадались какие-то бомжики, которые постоянно пытались меня убить. Хелп, хелп, бир, бир, wanna killed me, бро. No, no, don't shoot, don't shoot, or I fuck you, res. Я вежливо попросил их остать от меня и побежал дальше. И встретил бомжика. Are you okay? Oh, no! Oh, you're friendly? Hello. И уже в этот момент он показался мне довольно дружелюбным. Вы просто посмотрите, как он машет ручки. Олег, привет Олег, как дела? Как выживание на этом сервере нынче? Поначалу он был не совсем разговорчивый, но он общался со мной жестами. И в принципе мы с ним друг друга понимали. После Олег добавил меня в тиму, и мы вместе начали фармить дерево. Ведь у него было копье, а у меня не было. Нам нужно было это исправлять. Останавливаться на достигнутом мы не собирались, поэтому подфармили немного бочек, переработали компоненты и стравтили луки. Мы уже были полностью готовы к пвп. Олег, пойдем искать типов. Я слышал, тут Берета стреляла. Мы уже опасные. Ты видишь кого-то? Вот и я не вижу, они тут 100% где-то есть. Пойдем туда. Мы с ним действительно побежали туда. И вот там мы нашли типа, который строил дом. Олег, в бой! Я его убил! Нифига себе! И после того, как мы убили этого бомжа, прибежал его друг. Но его мы тоже убили. А через некоторое время к нам присоединился боевой пельмень. То есть боец-плюшка. Весь она? На сервере был огромнейший онлайн. И на нас постоянно кто-то нападал. Меня повалили, Леса. Поднимаем. У нас было много ресурсов, берданка. И нам нужен был наш первый дом. И построить его согласился мистер Олег. На сейв. Неподалеку от нас стояла заправка. И я побежал перерабатывать свои компоненты. Но там меня ждала засада. Он с пушкой! Меня наш убил. Возможно, он убил меня случайно. А возможно и нет. Но спальника у меня в доме до сих пор не было. Я побежал в сторону нашего дома. И по пути нашел какую-то сгнившую территорию. Конечно, мне стало интересно, что находится в ней. А еще я увидел то, что у нас пропала пати. Я нашел какой-то сгнивший дом. На вид она была полностью пролутана другими бомжами. Но тут случилось чудо. Я нашел это. Ох! Охо-хо! Леся! Что? Леся, у меня страха серый. И свой первый домик мы отстроили на этой же территории. Нормально у нас тут ящик заспавнился. А можно мне что-нибудь оружие? Слушай, а есть варик тут шкафы разбивать? Подожди, они не гниют? Мы, кстати, и можем. Деревянные эти, фундаменты. И тут начался, пожалуй, самый любимый мой контент. Мы начали долбить фундаменты. Лута там не было, но мы хотя бы от них избавились. После я отстроил небольшой мостик, чтобы мы могли выбираться из этой территории. И отправился на поиски приключений. Но мои приключения длились недолго. Я попал в ловушку. Бегая по карте в надежде найти ткань, я наткнулся на двух бомжиков, которые пытались построить домик. И, если честно, они были не совсем дружелюбными. Поначалу я от них убегал, а потом в моей голове появилась идея, а что если я заберу их дом? И вот знаете, никогда не делайте так, как он. Не ставьте кодовый замок, когда за дверью кто-то есть. Я у типов дверь забрал, Леся. Леся, мы можем их дипнуть, слышишь? У них там осталась одна деревянная дверь. И они ее открывают. Нам очень сильно повезло, что у нас был порох с того сгнившего дома. Мы взяли чирки и пошли выбивать деревянные дверки. Открыл! Убил! Плюс двушка. О, он спит! И скорее всего они настолько сильно расстроились, что они просто вышли с этого сервера. А у нас появился еще один дом, который находился в самом крутом месте. Возле речки и рыбацкой бухты. О, так мы можем тут рыбы наловить сейчас. Тут есть задание. Признаю, выполнять квесты от разработчиков было довольно забавно. Тем более я постоянно получал какие-то призы. Эй, what are you doing? I'm friendly. What are you doing? You idiot. После чего я взялся еще за одно задание и получил за это каяк. На котором мы отправились на соседский остров. Здесь мы практически сразу повстречали активных жителей. И у них были огромные домики. А еще я увидел, как тут отстраивается большая печь. Тебе нужно ко мне наверх подниматься. Они тут, видишь, дом строят. Печку. Там топ-сетчик. Нам нужно его попробовать как-то ушатать здесь. Это по нам? Да, по тебе. Мы можем к ним подойти. Я вижу, хазик на улице строят. В такой ситуации главное действовать максимально тактично. Этот челик, судя по всему, был хозяином этой печки. На двери я увидел, что не было замка. И это означало только одно. Убивать его глупо. Я решил дождаться, когда они поставят кодовый замок. Я дверь, я дверь закрыл, Леся. Красава. Бомжа, убей. Сейчас. Убил. Там их двое. Я вижу. Убил одного. Закрой дверь. Я убил его. Леся. Плюс калаш. Найс. Тут ящики. Проем, где стояла витрина, был соломен. То есть они его могли разбить. А улучшить его я мог только снаружи. Знаешь, чем проблема? Причем. Я застроился, Леся. Застроился? Да. О, мой бог. Друзья, спасибо, Пурнис. Спасибо, спасибо. Я могу тебе спальник тут поставить. Было бы идеально. Выходить через главный вход было самоубийство, ведь у них там стояли окна. Но так как печку отстраивали недавно, я нашел стенку, которую я мог ремовнуть. Я могу сейчас в любую сторону, я могу сейчас одну стенку ремовнуть, Леся, и поставить туда дверь свою. Я быстро ремовываю и ставлю в другом месте. А еще на канале Плюшка тоже вышел уже совместный видос. Обязательно его посмотрите, там топчик. Тут дырка, Леся. Как дырку закрыть? Нужно в камень закрыть, да, чтобы она закрылась? Да. Найс. Закрыл. Все, у нас есть вход с другой стороны теперь. You build the base for us? Thank you. Thank you. Вот это еще авторизуюсь. Да, авторизуюсь. Где они? Он на крыше сидит. В окне. Ааа. Он расстроен. Я по его печальным глазам вижу. Как он недоволен. Блин, прикольное место, да? И дом тоже неплох. Идет, идет, Леся, идет. Он слева от печки. Пушит тебя. Наказан? Да. Хорош, лутай его. Я прикрываю. Он вышел опять. Убила одного с блочкой. Я его убил. Там еще один. Где он? Под елкой. Слева под елкой. Куда пополз? И, как обычно, они прибегали к нам под дом и кричали. Ну, вы же согласны, что это теперь наш дом? Хонима? Тим тань хон чун? Чун гон дун чун? Чун гон чун? Чун гон чун? Чун гон пахн? Чун гон у дун? Чун гон чун? Я похож на кино? Да. Давай. Ты его убила? Да. Ну, за что ты так с ним? Я увидел то, что я могу залезть к ним на домик. Поэтому я взял с собой лестницы и пошел делать грязь. Я залез к ним на крышу. Леся! Что? Не прыгай сюда. Сейчас покажу. На. Ты где? Тут. Смотри. Серьезно? Берданка еще. И дерево. Это у него возле окна лежало. Возле окна? Да. Мы долгое время ждали, когда же хозяин дома поднимется и заберет порох. Но он, судя по всему, сгорел и ливнул. Но у нас появилась другая проблема. Их друзья-соседи, которые сели на вышку. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Тони, ма. Тони, ма. Я сейчас могу болтов достать. Корея? Я, я. Корея, Корея. Кореян снайпер. А, я не Корея. Ты Корея. Смотри на меня. Что ты хочешь, мать монка? Меня убили. Я залатал. Ну, тебя ждем типов. Давай. С фонариком, да, по-моему, кто-то ведет. Плюс болт. Плюс болт. Теперь и физи забайтить на рейд лесен. Знаешь как? У него всего одна дверь на вышке. Я сейчас запрыгнул с вышки. Ноги сломал. Я продолжал стрелять по ним с крыши чужого дома и байтить их на рейд. Но рейдить, судя по всему, они нас не собирались. У них, кстати, одна дверь всего на вышке. У тебя не изучена взрывчатка? М-м-м. А то серый у нас есть, могли бы 400 челескрафтить. И это была действительно хорошая идея. Раз они не рейдят нас, значит мы должны зарейдить их ас. Под домом. Два бомжа. Один попал. Второй стенки поставил? Да. Зачем он с планом постройки этот бежал? Это стенка была. Не вижу. Справа один. Деревянную стенку поставил. Убила. Ого! Я залатал из себя. А! 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 Ай! Меня убили, Лясин. Наши действия им не особо понравились. Но чтобы им противостоять, нам нужно было оружие посерьезнее. И я взял калаш. О май го, ты изи лют. Ха-ха-ха. Я сачельку нашел в Лесе у него. Плюс сачелька. Круто. Он у меня где-то сидит. Все, наказан? Да. Фармбот, фармбот. Ааа, фармбот. Я убежал. Золотого? Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я все время надеялся, что они придут нас рейдить. И в один прекрасный момент я увидел, как с их территории вылетает корова. И, к сожалению, полетела она не в нашу сторону. Куда они полетели? На ойл. И тут в моей голове появился гениальный план. Мы решили сбить вертолет на обратном пути. Слушай, это шанс. Знаешь какой? Он сейчас будет возвращаться. Он летит уже, Леся, он летит, летит, летит. Беги на улицу быстрее. В головешку ему, в головешку. Убила, убила. Хорош. Корова в воде. Ха, минус корова. Ха-ха. Сиди там на горе, он сейчас будет на крышу подниматься. У него не было пушки, ничего не было. Я топку забрал. 400 топлива. Ха-ха-ха. Мы были уверены, что ребята нас собираются зарейдить. Поэтому схватили все основные ресурсы, оружие и побежали в свой домик. Чтобы зарейдить их вышку, нам нужен был скраб. А налутать его в огромном количестве можно было только в лаборатории. Но все было не так просто, как кажется. Там постоянно кто-то сидел. У меня двое. Он с ножом плывет. Я двое их убил. Леся. Угу. Я их убил. Сказать, что этот заход был супер удачный, ничего не сказать. Я поймал каких-то фермеров. Но нам нужен был еще скраб. Много скраба. Поэтому мы быстренько скинулись и отправились снова в лабу. Тут сто процентов есть тип. Слышишь, да, кого-то? Он меня убил. Где? Я ему четыре хита дала. Убил. Китаец. Смотри, гаси его. С двушкой. О, это тот тип, который меня убил. Не доплыл. Я думал, мне вначале показалось. Оказывается, нет. Да. Кстати, на нашем острове тоже жили люди. И они были не особо дружелюбны. Вижу. Убили. Хай. А может у него миллион? Охренеть. Опа. Беги, Леся. Я за стеной. Как он меня видит, а я его не вижу. А, вон он. Сзади, 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 Леся. У меня... Да, Джоджо этот пришел, который... Убил его наверху. Меня убили, Леся. У нас с собой было много компонентов. Нужно было быстрее хватать оружие и бежать навстречу Джоджо, ведь мы знали, где он живет. Походу Джоджо... Походу Джоджо... Я его убил. Вижу. Да. Он со всеми моими компонентами. Там мой тип на мосту был. У меня ХП нету. 50 ХП. У меня тоже нету. Давай домой. Пока Плюшка относила компонентики до дома, я побежал зачищать маяк, ведь нам нужен был переработчик. Я двоих убил. И на самом деле мне повезло встретить там каких-то фармил. Тысяча скраба у него была. Нормально. После чего мы переработали абсолютно все наши компоненты и наконец-то изучили взрывчатку. Эй, нейкетс. Они и корову купили, прикинь. Еще одну. У них корова стоит на территории. Нормально. Наконец-то мы скрафтили немного сачелек и решили пробахать у них вышку, которая находилась прямо над ними. И мы знали, что это им явно не понравится. Минус. Тут ящик. Вон шкаф. Вот шкаф. Он открыт. Я не могу запрыгнуть. Я авторизовался. Не могу. Ай-яй-яй. Ты поставила дверь? Да. Открою ее. Закрой. Они по территории бегают. Вышли к нам в нашу сторону. Один на крыше сидит. Я валяюсь, Леса, подиви. Пускай, 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 Леса, еще бери. Застраиваться будешь только не. Главное тебе не умирать. Я сейчас улице прийду. На крыше умер. Или укусил. Он умер, да? И тот устав на крыше. О! Я ему четыре головы дал. Как бы мы не пытались их выманить из их крепости, они не выходили. У нас оставались еще сочельки, которые мы решили потратить на этот домик. А давай четыре сочельки на этот дом накинем. Может, у него все открыто, он типа на рейджи ливнул. Такое может быть? Да. Давай, я тебя бустаную, сам запрыгну. На тебе сочель. У них дом гниет, Дима. Прикинь? Что? Они рейджи квитнули, походу. Да, этот домик гнил, но нам все равно было интересно, что находится за этой дверью. Бум. Ящики. Открыто. Дима, открыто. Лут. Ха-ха-ха-ха. Одна дверь. Ха-ха-ха-ха. Там последняя дверь осталась в Лесе. Да. Надо четыре сочели крафтить. А рейды у нас проходили очень весело. Вы просто посмотрите, как она поджигает сочельки. Бам. Ха-ха-ха. Там нет гантрапов. Ни-фи-га-себе. Офигеть компонентов. Офигеть. Ты посмотри на это. Меня больше вот это радует. Мы так хотели с ними повоевать. Они просто взяли и ливнули. Ха-ха. Но ничего страшного. Мы забрали у них ящик компонентов и третий верстак, который нам очень сильно был нужен. А еще мы теперь точно могли себя считать полноценными хозяевами этой печки. Давай сделаем вид, что тут Ресы есть. Будем плавить печки. Собрав абсолютно все ценные ресурсы в этой печке, мы побежали наконец-то в наш старенький дом. Ведь мы планировали отстроить наше мирное поселение. Смотри. Ого. Мы не хотели убивать этих бомжиков, но увидели то, что они убивают других бомжиков, которые жили на этом острове. И нам пришлось их защищать. Мы их даже не стали лутать. Мы просто дали им урок, что на этом острове лучше никого не убивать. После они несколько раз возвращались и забирали свой лут. Мы их не трогали. А еще мы понимали, что скорее всего этой ночью нас зарейдят. И мы тратили абсолютно все наши ресурсы в дом. Мы вызвали два дропа, которые у нас были, и тем самым совершили одну огромную ошибку. Мы забайтили большой клан, который жил возле нас. Подпис. Два хитая ему дал. Над тобой. Прям над тобой. Один минус. Где второй? Там же с ним рядом был. Меня убили. Леся, там еще человека три идут. Выходи, убивай его. И это был наш самый ближайший клан. Клан Илджи. После я решил перенести остатки лута с большой печи, и по возвращению домой я увидел это. К нашему дому бежали два типа. Они были серьезно настроены, ведь у одного из них была базука. И вот спустя еще пять секунд начался рейд. Я попытался отбить этот дом, но уже было поздно. И тогда я принял решение проследить за тем, куда же они пойдут. И оказывается, этот клан жил совсем недалеко от нас. Леся! Шо? Помнишь на территории, короче, вот мы домик построили? Да. Тут кто-то новый дом отстроил. Большой? Огромный. Ха. Ну как огромный, ну. Клановый дом. Вот такого я точно не ожидал. А в смысле? А зачем он тут построился? Их походу зародили опять. Это домник нет. Следующий день у нас начался с того, что я разведал обстановку на нашем острове. Ну, у них два дома, кстати. Один каменный, Леся. И их не зарейдили. Наш домик немного прогнил, но нам повезло, что там стояла деревянная дверь. Мы же ее можем зарейдить. Давай, давай выстучим. Покидать наш остров мы вовсе не собирались. Поэтому сбегали в нашу печку, которую, кстати, не зарейдили. Взяли двушки, патроны и пошли выбивать дверь. Давай выдалбливай дверь. Держи. Давай. А у меня им был патрон, ну ладно. Ну, мы им, значит, такой же ремонт устроим. Как они нас застроили вчера? Сынечего в Гантрапа не было. Ну, да, тут дверь была последняя. Тут шкафа нет, поэтому он и не гниет. Ага. А шкаф? У тебя есть шкаф? Ну, такое. У нас снова ничего нет. И третий оверстака нет, и второго нет. Там еще один. Еще один. Уйди, 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 уйди. Убил. В смысле убил? Как-то каменным патроном? Зеленая. Факин идиот. You suck my penis. Shut the fuck up. На нашем острове появилось очень много различных бомжиков, которые постоянно сидели у нас под домом. Это было странно. В этот день нам нужно было нафармить как можно больше всего. А первым делом я начал фармить руду. На острове, где жили корейцы, началось какое-то тотальное выселение. Я не мог туда не прибежать. Поняла, куда корова летела? Они так параноиды. Они так сильно страдают, что они... ...смех. 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 Я калашиста убил, Леся. Меня убили. Я его убил. Рейд этот продолжался очень долго. Я прибегал туда снова и снова. И в один момент я решил попытаться угнать корову. Блин, меня увидели. Хоть у меня это и не получилось сделать, зато получилось у какого-то другого бомжика. Нет, это бомж забрал. Это бомж был? Да. Серьезно? И знаете, это клановым игрокам не особо понравилось. В один момент я даже умудрился проникнуть в дом, который они рейдили. Но там я ничего ценного не нашел. Делать там было больше нечего. Мы скрафтили сачели и решили пробахать один дом, который стоял на горях. Там жил один из тех, кто нас зарейдил. Отлично. У них турели, что взорвалось через текстуру. Сюда тип идет. О, в антираде. Ты зашла? Тут дверь. Еще одна дверь. Аккуратно, Гантрап. Металл? Да. В ящиках мы ничего ценного не нашли. Нам нужно было рейдить этот домик дальше. Печку поставил. Он сейчас бобовку кинет. Потухни. Я его убил. Что, да? Ломай! Ты жив? Да. Я его убил. Тут есть резцы. Но немного. Я Шагантрап запущу, а его деавторизую со шкафа. Все. Ресурсов в этом домике не было. Это означало только одно, что основа у них стоит снизу. И из этого домика получилась неплохая такая ловушка. На нее попадали залутанные челики. Плюс Томпсон. Ха-ха-ха-ха! Убил. 59 хп. Спас бери. Вот он. Давайте скину. На. Может дрейжевать, я прикрою. В этом доме лута особо не было. Но все равно что-то ценное мы нашли. Зато я забрал печку. После мы долго и упорно долбили камушки. Ведь нам нужна была серая, чтобы зарейдить наших соседей. Но на нас постоянно кто-то нападал. И знаете, фармить в зиме ночью, это было гениально. Нам пришлось спасаться возле костра. Помните, я говорил про соседа, который постоянно сидел у нас под домом? Так вот, я нашел его дом. И мы решили принести ему небольшие подарки. Можно по дверям пойти его зарейдить. Ну, 60 разрывов только. К сожалению, экран я не записал, поэтому плюшка меня спасла. Вы можете увидеть, как мы его рейдили. Мы что, по дверям лучшего? У него есть гаражки там? Я не знаю. Да, да. Я просто люблю п***ть твою рюк. Я просто люблю п***ть твою рюк. Ты любишь. Очень хорошо. Пип. 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 Да, там дверь. Ой. Да, рейдер в тот день из меня был никудышный. Но плюшка продолжала его рейдить. Я его убил. Я его убила с улицы. Найс. Так у него нормально лото тут. Оооо. Кличка. Кличка. Ооо. Ооо, мой МП-5. Будьте. Да уж, этот рыбак крови попил у нас знатно. Мы его вначале выселили, убивали. Он сказал спасибо за онлайн рейд и бай-бай. И открыл дверь. Но по разговору он оказался адекватным парнем. Он также выживал на этом острове, как и мы. Поэтому домик мы ему вернули. И оставили немного оружия, чтобы он продолжал свое выживание. А еще я вернул ему рыбку. Так и появилась наша деревня рыбаков. После я скинул ему еще оружие и хилок, чтобы он мог защищаться. У нас оставалось еще одно незаконченное дело. Нам нужно было зарейдить тех, кто зарейдил нас. И полностью забрать этот остров себе. Домик на горе мы превратили в отстрелочную, чтобы зарейдить их основной дом. И пока плюшка рейдила, я прикрывал. Пока мы их рейдили, они где-то бегали по карте. И когда они вернулись домой, там уже их ждал я. Изи. Они вчера нас дипнули, а сегодня мы у них два дома почти отжали. Ну, первый дожали, это 100%, а второй отжали. Как мы и обещали, мы их полностью застроили и забрали дом себе. Теперь на этом острове врагов у нас не осталось. Но у нас еще остался корейский клан. Не знаю почему. То ли они лутали лабораторию, то ли они были на нефтянке. Но первые двери у них были открыты. И мы нашли способ, как можно разбить турели. Каменная стеночка, видишь вот это? Да. Туда садишься, тебе ни одна турель не достанет. Ну, сейчас тебе турель увидит. Вот, бей ее нахер. Ха-ха-ха. Хорош. А еще у меня появился хороший план по захвату их территории. Ну вот, взрываем стекло. Авторизируемся. Вот здесь застраиваем проход. Тут будет билда наша. Чтоб к нам никто не зашел, когда мы рейдили. И мы можем даже с очелями рейдить этот дом спокойно. Но все было не так просто. Нам нужны были компоненты, чтобы скрафтить взрывчатку. Поэтому я отправился в лабораторию. Но там меня уже ждали гости. С ними я разобрался довольно просто. Они оказались в пепега-плеере. Но именно сейчас произошел переломный момент. Я нашел гарпун. Он реально тут был. Я сидел в лаборатории, но добыча сама ко мне плыла. Я даже почувствовал себя акулой. Ха-ха-ха-ха-ха. Вилтипа под водой. Давай, полутай своего друга. Я подумал, что мне вначале показалось, что он побежал по воде. И у него нет лодки. Но потом я внезапно понял, что мне не показалось. Он действительно побежал по воде. Он по воде побежал. Да. Он бежит по воде. Я его убил. Факин идиот. Ха-ха-ха-ха. У него ящик серый. Факин идиот. Сера, которую я забрал у этого читака, это был действительно куш. Ведь мы собирались рейдить корейцев. Не знаю как, но он даже с читом умудрился откиснуть. Офигеть, плюс ящик серый. Ну как ящик? Ну три строки точно. Я веселый таракан. Я ползу, ползу. О! Я веселый таракан. Я бегу, бегу, бегу. Я веселый таракан. я бегу-бегу-бегу тихо стен какой лутать сейчас будет лутать они пытались меня забить со всех сторон их было действительно много сзади у тебя где я того нахитовал много здесь труп где-то у него тапсы должен быть его давно убивал вот он вот он весь но когда я нашел труп я понял что отсюда нужно убегать как можно быстрее я все у него миллиард пушек было иди домой у меня тут тут он меня сейчас убьет до перед дверью бил прям я лежу возле стенки деревянного его убил вот он и это были те самые корейцы после того как мы засейвили весь лут мы вернулись на этот остров но здесь нас уже искала корейская армия вижу их фишингу один вижу бежит на тот момент казалось что шансы есть ведь леся убила еще двоих но их было действительно много они прибегали снова и снова на нашей речке построились какие-то рыбаки и нам нужно было узнать кто это поэтому я пришел к ним в гости и бежит кто ты, чувак? ты милый? ты милый? да ты не заходил нет, возьми здесь руки обращайтесь, я убью тебя я могу вернуться к твоему если ты милый делай его делай его мы сходим на кушанки? Нет, нет, я просто, извините, я просто думаю, что вы плохие близкие, но вы можете взять это. О, нет, мы приятные, мы приятные. Да. Извините, ребята, возьмите это, это ваша рыба. Это моё дом, и мы близкие. Мы не убираем близкие близкие близкие, вы знаете, мы просто близкие. Такое знакомство меня действительно радовало, ведь я не хотел всех убивать, я хотел собрать свою рыбацкую деревню. Пока наши соседи ловили рыбку, мы строили скоростные ракеты, и у нас был гениальный план, как забайтить корейский клан. Найс, вот сюда шкаф сейчас поставим. Угу. Мы хотели сделать вид, что эту печку зарейдили, снять двери и заманить их внутрь и закрыть, но для этого нам нужно было переставить шкаф. Смотри, тебе бы дверь, наверное, ещё поставить. Угу. По-моему, у нас кто-то под домом, я не уверен. Да. Смотри, это тебе ракета и сачель тебя. Всё, готов. Рейдить? Да, и сачельку тоже кидал. Чёт. А двоих убил Можешь лутать И еще один идет Убил Лутай их, там три трупа Вот там, где он лежит, там чуть выше И еще два трупа Один томик и две МП-шки, да? Я только Томик залутала А вот третий, и Берда Найс, пойдет Я не знаю, он зашел или нет Нет Ты видишь его? Ну, я вижу вход Постреляй внутри, он зайдет Зашел! Летим зашел Он где шкаф? Найс, еще один идет калашист в топ-сете Он спрятался, я его не вижу, Дима Трихита дала Убили, его калашист убил Убил калашиста Он меня убил, Лесе Он меня убил У нас в печке, типа, еще Убила в печке Зашел внутрь Он с Томпсоном Убила Мы забрали у них очень много лута Они, естественно, обиделись И пришли взрывать эту печку Но в ней уже ничего не было Он Сишку кинул И потом они очень долгое время не выходили со своей крыши А у нас было время накрафтить ракеты, чтобы бахнуть их дом И вы не представляете, как же долго мы крафтили эти ракеты Мы собрали все свои ракеты Сели в лодку И отправились к их базе Шо, готов к рейду? Боец Давай турели побахаем Потом вернемся за ракетами Давай Ах да Забыл сказать Один шкаф у них прогнил И мы поставили туда свой О, тут сгнила О! Ее отсюда видно Там точно устроили Это разряжено Угу И бахать справа турель Сверху гонтрап аккуратно Так, смотри Вот у них, походу, где шкаф Давай правую стенку рядом бахнем Ее-мае Там турели Сколько у тебя ракет? У меня 369 Мы практически вскрыли у них полностью домик И нашли какую-то лутовую Но нам все равно нужно было дорейзивать еще гаражки Тут только сеты Но как назло К нам пришли антирейдеры Я вижу Убила Лег, он лег Его сейчас будет поднимать Это ты пришел, да? Похоже, придется идти фармить Мы немного не подрасчитали И ракет нам не хватило Поэтому мы побежали быстренько нафармили И скрафтили еще одну партию К счастью, хозяева территории были неизвестно где И мы успели это сделать буквально за 20 минут Третья версть Порох Много? Разрывные тут есть Полторы тысячи Смотри, смотри, правый Шкаф Найс Ой, ё, там компонентов, тьма Калашей сколько, офигеть А тут у них вход, реально Мы бахнули у них шкаф И увидели, что ресурсов в нем нет Даже на содержание Это означало только одно Что они ливнули с сервера До того, как мы их зарейдили Мы забрали все самое ценное Компоненты, оружие И перенесли в нашу печку А все остальное раздарили бомжам Man, take it. Take it, I drop your guns. Why are you running? I give you two more. Take this. Two more guns. Look at me. I fell down. All right, let's go. Let's go. We need these. We need these. I'm for them so farmed. After we've done absolutely all our components and decided to make the last one. What are you looking for? We've got a thousand on five. Oh shit. I can't. Ha, 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 ha. Leся, у меня... 8000 scrapes. 7000 scrapes. Я пошел полностью первый верстак изучать. Мы купили коптер и полетели домой. Изучать все верстаки. После мы изучили весь второй и третий верстак, сели на коптер и я решил показать мастерство пилотажа. Куда летим? Мы вниз головой летим? Да. Дива. Куда летим? Так что, куда летим? Куда-нибудь. Мы сейчас уже... А, мы не искали. Мы не упадем. И вайп мы решили закончить красиво. Основной наш дом мы отдали рыбакам, а печку я отдал рандомному бомжику, который пробегал на этом острове. Вы можете проверить. Нет, не волнуйся. Посмотрите на это. Инфурнез. Посмотрите на инфурнез. Ну, это очень красиво. Почему вы получили эти? И здесь вы можете проверить. Так много бомжек. Я думаю, что вы нужны для этого лута. Потому что мы просто живем из сервера. Это не мой дом. Что? Вы сейчас уйдете? Вы ловите? Что происходит с вами? Спасибо. Спасибо. Я... Я не ошибаюсь. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Ты должен закрыть это. Может, я увидел вас в следующем випе? Да, да. Может. Хорошо. Спасибо. И действительно, я считаю, его эмоции это реально что-то с чем-то. Такого счастливого нейкида я еще не встречал в своей жизни. На нашем острове восстарил мир и покой, люди спокойно рыбачили, а мы отправились отдыхать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы подписались на канал, поставили лайк. И всем до новых встреч. Ах, да. У Леси тоже вышел совместный видик, поэтому переходите к ней и передавайте ей большой привет. Пока-пока.